У меня чай получает. В конечном счете влияет на облик курорта в целом. В буквальном смысле незаконные сбросы канализации из многоэтажных частных гостиниц в Лао способны были настолько испортить качество морской воды, что под угрозой мог оказаться весь курортный сезон. Сейчас большинство владельцев домов устанавливают очистные сооружения, другие подключаются к общей канализации. Но это делают не все. Требования остались прежними. Это закон. Есть закон о воде и водоотведении. Когда человек получает технические условия на воду, он получает технические условия и на водоотведение. Но не все его выполняют. А нарушение закона, оно будет наказываться также по закону. Так вот, водоканал имеет право. Если не соблюдаются технические условия, то он может отключать воду. Вода, но уже другая, не раз грозила разрушением берегам и постройкам. Два наводнения за последний год. Нужна регулярная очистка русел рек. Об этом просят местные жители. Глава отвечает, что будет добиваться. Право делать это регулярно. Ведь пока заниматься этим проблематично из-за федеральных нормативных актов. А вот небольшими ветхими мостами через реки займутся уже в ближайшее время. И они фактически латками только живут за счет латок. Поэтому для меня этот вопрос был очень важен. Я как зампредседателя Совета ТОС постоянно обращались мы с этим вопросом. Но я думаю, что Анатолий Николаевич теперь уже дал указания и вопрос будет решен. Газификация, благоустройство территории, оформление земельных участков – вопросов было немало. Чтобы их решить, мэр дал необходимые поручения представителям соответствующих служб, которые также участвовали в сходе граждан. И при этом напомнил, многие задачи могут решать и сами жители, воздействуя на управляющие компании или с помощью советов самоуправления. Инга Габеши, телекомпания ФКТ.